всем большой при большой привет с вами настя и это видео я хочу посвятить всем новичкам начинающим плетельщикам которые только ознакомились с данным видом рукоделия плетение с бумажной лозы или тем новичкам которые только-только начали осваивать плетение и у вас появляется очень много вопросов которые актуальны которые требуют ответа в общем сегодня я постараюсь вам на некоторые из них ответить на основные поделиться с вами своим опытом и так с чего начинается плетение с бумажной лозы конечно же создание наших бумажных трубочек наши бумажные лозы и для того чтобы ее накрутить требуется бумага и какая-то спица какую бумагу выбрать если вы еще ни разу ничего не пробовали то можете выбрать с подручный материал это газета потому что когда вы начнете крутить трубочки поверьте много нервов уйдет у вас не сразу все получится в утиле то есть мусорку будет улетать большое количество испорченных трубочек это нормально то есть не сразу у вас все будет получаться здесь конечно индивидуальная особенность имеет быть место у кого-то есть какие-то жизненные навыки допустим его вязание шитье я не знаю там у людей у некоторых лучше быстрее получается у некоторых этот процесс занимает больше времени но в итоге все обязательно получится у всех получается у вас тоже это примерно то же самое что ребенок маленький начинает ходить кто-то сразу начинает бегать а кто-то очень долго к этому приходит набивать шишки ссадины есть примерно то же самое значит газетную бумагу лучше всего использовать для того чтобы крутить ее также можно использовать при плетении единственное что какой минус езда прикручение данных трубочек остается принт вот этот вот руки пачкаются во первых и принт сам этот очень трудно закрасить плести из таких трубочек можно изделие получаются прочные ничем не уступает допустим чистой бумаги куплены в магазине единственное повторюсь принт но раньше только эту бумагу использую тому что другое не было сейчас выбор очень большой для нас в ассортименте для плетельщиц можно бумагу пойти купить в магазине потребительская бумага допустим вот кондопорского завода она по плотности такая же как и газетная то есть она мягенькая серого цвета она не выберенная из нее очень комфортно крутить трубочки бумага может быть допустим не кондопорского завода а какая-то другой фирмы очень много сейчас ее предлагают то уже в разрезанном состоянии даже накрученные трубочки в интернет-магазинах в адбереса зону на ярмарке мастеров вконтакте и так далее тому подобное даже уже окрашенные есть но я все-таки новичкам рекомендую попробовать самим крутить трубочки чтобы понимать что да как то есть для тренировки вы можете использовать бумагу любую газетного типа она такая мягенькая я же первые свои скажем так изделия трубочки даже начала крутить из офисной бумаги то есть из той которая попалась мне под руку эта бумага очень очень плотная по сравнению допустим с потребительской газетной она в два раза практически плотнее и крутить из нее трубочки очень 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 тяжело но возможно то есть для кручения и плетения из этих трубочек у всяких изделий можно использовать абсолютно любую бумагу единственное что если вы будете использовать допустим у журналы глянцевые то вы должны учитывать что данная бумага она мне подвергается окрашиванию и плохо подвергается допустим обработки покрыть лаком и так далее но возможно все но из нее допустим можно научиться крутить только трубочки попробовать как-то из нее плести у вас могут возникнуть ряд проблем ну что ее нужно хорошо увлажнить и так далее ну вообще в принципе возможно как итог подвожу для тренировки накручивания трубочек для обретения навыка используйте какую-нибудь ненужную плохую бумагу который не жалко выкинуть если вы хотите плести хорошее изделие то тогда лучше бумагу использовать чистую который можно окрашивать об этом поговорить поговорим чуть позже большое значение вообще имеет подготовка бумажной лозы к плетению это прям процентов 50 точно зависит качество ваших изделий от качества вашей бумажной лозы если вы хотите получить качественное изделие используйте качественную бумагу повторюсь моя рекомендация использовать чистую потребительскую бумагу любых заводов и так бумага допустим я вот как начала покупать формата 4 все я с тех пор уже на протяжении шести лет не изменяю не магазину не себе я работаю с этой бумагой почему я это делаю бумага разных производителей она немножко отличается даже в разных партиях бумаги одного и того же изготовителя бумага может отличаться по качеству и это нормально вы работаете с это с одной бумажкой вы знаете как она подвергается окрашиванию накручивание и обработки как она ведет себя вплетение так далее если вы каждый раз будете пользоваться то потребительской то офисной это конечно хорошо вы будете обладать большим опытом но вам каждый раз нужно приноравливаться к ней привыкать поэтому лучше всего для легкости и кручения и плетения используйте потребительскую бумагу невысокой плотности обычно она бывает от 40 до 50 грамм на метр квадратный и так значит бумагу я использую формата 4 она имеет длину 30 сантиметров ширину 21 сантиметр и полосы можно разрезать вдоль получается по 10 с половиной сантиметров ширина полосы или можно допустим ее разрезать на три части до получится три полосы по 7 сантиметров длиной 30 сантиметров но вы конечно же же обратили внимание что у меня здесь короткие полоски они нарезаны поперек потому что бывает попадается бумага с поперечными волокнами если бумажка такая вдруг попала сама упаковки то крутится они если вы вдоль ее разрежется разрез разрежете и простите эту полосу у вас проблемы будет накручиванием всего лишь навсего нужно будет крутить ее поперек то есть трубочка у вас будет не в 30 сантиметров а в 21 сантиметр потому что именно такую длину имеет бумага в ширину как определить поперечные волокна или нет можно взять допустим листок 1 если вы открыли пачку и вдоль вы ее начинаете рвать она очень хорошо рвется продольно видите практически ровно если вы начнете ее рвать поперек она поведет себя совсем иначе есть много способов определить бумагу такую даже в магазине у меня есть отдельный ролик все полезные ссылки я обязательно оставлю в описании под видео какие-то моменты я уже объясняла не буду их вновь озвучивать просто объясню что такое тоже может быть значит полоски изначально я всегда очень долгое время резала полосы на пополам бумагу разрезала пополам полосы были по 10 с половиной сантиметров и очень долгое время прекрасно плела никаких проблем но со временем мне понадобились трубочки более узкого диаметра и поэтому я стала разрезать бумагу по восемь с половиной сантиметров меня сейчас спрашивают также не так разрезая бумагу формата 4 по восемь с половиной сантиметров отрезаю здесь восемь с половиной сантиметров здесь восемь с половиной сантиметров посередине у меня остается лишняя полоса я ее просто утилизирую вот и все ну и соответственно если вы разрезаете на три части то у вас по семь сантиметров получится полоса конечно же можно сразу прикинуть да допустим в упаковке 500 листов если я разрезаю их пополам не получаю тысячу полос из которых получится тысячу трубочек если я разрежу ее на три части у меня аж полторы тысячи трубочек получится но очень важный момент понимать чем шире у вас полоса бумаги то тем плотнее и толще ваша трубочка также толщина трубочки зависит на ее плотность от спицы спицу лучше всего выбирать наименьшего диаметра раньше я начинал когда только крути трубочки я использовала повторюсь бумагу по 10 с половиной сантиметров шириной и спицы у меня была также чего чем-то мне чулочная спица в 2 миллиметра трубочки получались нормальные плотненькие крутить на толстую спицу комфортней легче но когда спицу спицу у вас толстая при накручивании трубочки она получается полая то есть тот диаметр спицы у вас остается внутри и чем спицы толще тем больше полость внутри соответственно приобретение она будет сплющиваться у вас заламываться сплющиваться а чем тоньше будет спица тем трубочка будет плотнее и плотнее и будет вообще прям суперская практически как лоза натуральные вовы это самый главный фактор по поводу толщины спицы если вообще вы не загоняйтесь по этому поводу то пожалуйста в два миллиметра можете спицу использовать на вот эта спица 1 и 2 миллиметра это чулочная спица в магазине я купил ее для вручного труда там для вязания шитья и так далее в комплекте 6 штук вообще там какие-то копейки на стоит и в общем то я использую эту чулочную спицу так как я кручу при помощи дрели уже давно то меня она устраивает общению моя рекомендация если вы крутите на весу там на столе спицу все-таки использовать длинную более удобно это делать накручивать на такой спицу трубочки но опять же можно приноровиться к чему угодно со спицами определись лук чем тоньше спица тем лучше спицу вы можете также заказать в интернет-магазине обязательно читайте отзывы характеристики так далее вот допустим я не так давно пыталась найти спицу в один в один миллиметр эти спицы они гнутся нужно как они называют спицы кишнера по моему даже они должны быть стальные и в общем то лучше по отзывам найти данные спицы и тогда их покупать потому что я встречала отзывы то что спицы пришли они очень сильно гнутся и и мучу плесного крутить на них трубочки не представляется возможным так спицу также можно использовать допустим велосипедную там я не знаю из тросиков всяких машинных делают из тонкой проволоки самый главный параметр спицы должна быть повторюсь еще раз как можно тоньше и более жесткая ну и соответственно комфортно и по длине теперь по поводу ширины вы подобрали правильную спицу все хорошо ширина полосы на что она влияет конечно же на толщину и плотность трубочки соответственно ну допустим у вас габаритное изделие очень логично использовать трубочки потолще если у вас какой-нибудь миниатюрное маленькое изделие то трубочки накручены из полос в 7 сантиметров очень даже подойдут да если у вас правильно подобранная спица трубочки такие тоненькие классненькие работать с ними очень приятно но соответственно толщина стенки тонких трубочек будет тоньше у самого изделия плетеного и внешний вид конечно будет соответственно другой более нежный очень очень редко я практически единичный случай когда использую ширину полосы в 7 сантиметров мне некомфортно плести тонкими трубочками кому-то может быть это будет наоборот это предпочтение каждого человека опять вы должны это попробовать и посмотреть единственное что я могу добавить по поводу ширины полосы я заметила что при окрашивании таких трубочек допустим накрученных из полос в 10 с половиной сантиметров или в сравнении 8 с половиной сантиметров окрашивание обработка трубочек отличается по как бы сказать по качеству даже то есть мне для того чтобы окрасить трубочки из более широкой полосы требуется во-первых больше состава чтобы пропитать красящего и состава для обработки они требуют более долгого выдерживания после обработки для того чтобы волокон хорошо набухли и в общем-то именно было более комфортно плести из полос бумаги восемь с половиной сантиметров трубочками плести на ног комфортабельные я заметила что там меньше образуется заломов соответственно я предполагаю что из трубочек в семь сантиметров этих заломов должно быть еще меньше но это мое такое наблюдение то есть мы накрутили трубочки какие-то да и нам конечно же нужно их окрасить что можно использовать для окрашивания у меня в приоритете морилки водные обязательно когда вы пойдете в магазин там могут быть морилки допустим спиртовые неводные они так и называются неводные они очень токсичны не покупайте их нам подходит только то что на водной основе вот водная морилка это морилка производитель новобыт хим петербургский производитель очень нравится качество данной морилки они бывают разных цветов и я также этой морилкой пользуюсь уже много-много лет единожды я использовала об этом тоже я уже рассказывала вот такую вот морилку я ее покупала года два точно или три даже назад for bitx она мне не очень по качеству понравилось то есть опять вам нужно попробовать как она работает ну как она отражается на качестве ваших трубочек вполне возможно вас все устроит или допустим у вас нет другого выбора используйте всегда морилку одного и того же производителя почему потому что допустим эта морилка будет дуб одного производителя и другая будет дуб на окрашенных трубочек трубочках цвет будет очень сильно отличаться моряка бывает разных производителей повторюсь выбирайте всегда только водную водную морилку не используйте другую я знаю что использует одна известная плетельщица спиртовую морилку потому что у нее допустим ни другого выбора такую после такого окрашивания трубочки обязательно должны высохнуть какого-нибудь проветриваем помещение потому что все-таки запах наверное имеется то есть она не водная такую тоже покупала решила судьбу обмануть запах долго долго очень улетучивается я две недели на балконе держала и запах не выветрился все-таки пользу с такими изделиями я не рекомендую но опять это ваш выбор повторюсь я делюсь своим опытом также для окрашивания можно использовать и колеровочные пасты колеровочные пасты различие морилки их есть отдельное видео мне на канале тоже ссылочку я прикреплю я очень редко не пользуюсь мне по качеству больше нравится трубочки которые окрашены именно морилками водными в чистом виде или в разбавленном для получения разных оттенков для того чтобы допустим окрасить трубочки можно использовать морилку чистую или разбавлять ее в разных пропорциях для получения допустим нужного оттенка цветом или для экономии ориентировочно при окрашивании трубочек именно из полос 10 с половиной сантиметров до уходит где-то около полулитра как раз вот такой объем на окрашивание 500-700 трубочек но плюс-минус смотря какая интенсивность цвета и так далее еще бумага она может быть даже одна и та же но с разных партий немножко отличаться по впитываемости по качеству также есть у меня это это видео я вам ссылки оставлю не буду останавливаться подробно сегодня но может отражаться даже расход на качестве бумаги если бумага чуть там пожестче помягче так далее есть разница немножко в расходе так также для окрашивания я использую да и не то что я вообще многим плетельщицы используют акриловую эмаль для радиаторов я всегда пользуюсь именно фирмы престиж эмаль она термостойкая то есть даже при нагревании при высоких температурах и так далее на не желтеет очень мне нравится такой темные баночки и хороший хороший эмаль раньше когда-то я пыталась также ее использовать для окрашивания трубочек серых в белый цвет но потом я перестала это делать просто и покупаю белую потребительскую бумагу и накручиваю из нее белые трубочки избегаю стадии окрашивания сегодня на белых трубочках мы останавливаться с вами не будем я просто объясняю что и также ее можно использовать также акриловую эмаль используют для достижения нужного цвета допустим оттенка при сочетании раствора морилка эмаль и вода или эмаль колер и вода очень много можно оттенков нежных получить перед тем как использовать морилку обязательно встряхните ее разболтайте взболтать и точнее потому что там может быть осадок и сразу хочу сказать если вам для изготовления вашего изделия требуется большое количество трубочек там две-три тысячи да то используйте морилку одной партии потому что сегодня вы можете пойти в магазин и вам не хватило завтра пошли там уже другая партия продается одна и та же морилка может дать все равно несоответствие оттенка ну прям он может незначительно но на изделие это может быть заметно имейте ввиду то есть в одной партии морилка может отличаться от морилки в другой партии буквально незначительно но все-таки это тоже иногда очень важно тем более если вы изделие допустим на заказ придете когда вы открываете бутылочку так сейчас покажу когда вы открываете бутылочку здесь иногда образуется такая как пленочка даже не знаю такие тягу тягу тягучие а тем более если морилка допустим давно стоит в магазине или у вас дома такие тягучие маслянистые ниточки не пугайтесь хорошо взболтайте это как осадок взвесь потому что морилка получается из натуральных веществ например из коры там я не знаю цветочков лепесточков и то есть соответственно может что-то такое проявляться перемешали взболтали налили отлично повторюсь у меня здесь морилка цвет и беновое дерево очень очень нравится такой цвет он практически черный и морилка в неразбавленном виде просто раз чудесно разносится по нашим бумажным трубочкам я всегда сначала пробую есть для получения нужного цвета разнести раствор на отдельных трубочках посмотреть как он проявляется смотрите когда мы окрашиваем наши трубочки так бумага серая цвет может получаться не такой какой вам нужен он будет более темный для того чтобы понять какой цвет все-таки получится в итоге нужно подождать минут 10-15 хорошо прокрасить трубочку и оставите минут 10 на 10-15 она слегка подсохнет но и высохшая до конца трубочка будет проявлять вам цвет более светлый то есть после обработки и покрытия лаком изделия цвет будет оставаться таким как есть новую трубочку еле-еле влажные возьмете посмотрите цвет надеюсь понятно объяснила то есть вы красите трубочку не высушивайте ее до конца она слегка влажная вот какой цвет на не будет такой и останется будет вашем изделии вот я хорошо разнесла здесь у меня же закрашенный принт и оставляю эту трубочку пока на месте если вы окрашиваете допустим для экономии или для получения нужного цвета свои трубочки не чистой морилкой а разбавляете ее водичкой воду можно использовать любую но лучше комнатной температуре или слегка тепленькую хорошо размешиваете обязательно и начинаете окрашивать цвет получается уже светлее и честно я заметила что при окрашивании трубочек растворами морилок с водой требуется дольше времени и больше усилий для того чтобы равномерно их прокрасить все нанесли также оставляю даем просто для примеров потом он поближе покажу при окрашивании допустим колеровочными постами происходит то же самое чем гуще раствор тем интенсивнее он покрывает вашу поверхность при использовании морилки ой простите мать до морилки воды и акриловой эмали эмаль всегда храните закрытой таре обязательно чтобы она не засыхала и перед использованием обязательно ее также перемешивайте она имеет свой также оседать то есть ее фрагменты могут неравномерно распределяться в баночке так но я возьму совсем немножко с вашего позволения вот так просто хочу вам показать при окрашивании вашей бумажной лозы составом где добавлены акриловая эмаль вы должны всегда закрылась вы должны всегда учитывать что плотности вашего красящие красящего состава она меняется то есть у эмали имеется своя плотность и чем больше вы ее добавите в красящий состав тем более укрывистой способностью будет обладать этот раствор но при использовании эмали возникает такая ситуация если вы ее совсем немножко добавили да вы получите такой пастельный нежный более цвет ну то есть он будет не такой интенсивный но при этом он будет хорошо разноситься по поверхности но он будет меньше меньше обладать такой способностью проникать вглубь трубочки если эмали совсем немного на большой объем раствора то конечно этого может быть незаметно но если вы на пол литра раствора добавить допустим две столовые ложки той же самой эмали то вы заметите если у вас есть какой-то опыт что такие трубочки высыхают намного быстрее во первых обрабатывать их становится очень очень тяжело и в третьих плести такими трубочками также тяжелее то есть они такие более грубоватые более жесткие становятся это происходит именно из-за того что эмаль создает ну такой как бы в составе пленку на проникает и закрепляет вашу трубочку изнутри такой клуб более плотный состав если эмали будет больше двух столовых ложек на пол допустим литра воды то тогда трубочки будут при плетении вообще если они даже будут влажные не будут растрескиваться поэтому не переусердствуйте с добавлением эмали ваш краще состав могут возникнуть проблемы после окрашивания трубочек чисто морилками неразбавленными трубочки сохнут быстрее еще один вопрос сколько же сохнут трубочки трубочки сохнут всегда по-разному ориентировочно данная трубочка сейчас высохнет в условиях лета относительной влажности там плюс минус там стандартный но ориентировочно надо полного высыхания пройдет минут 30-40 не меньше прям не меньше если я буду сушить ее хорошо проветриваем помещение там где температура повыше что они конечно быстрее будут сохнуть и если они у вас будут лежать все вместе то они будут высохнуть опять же дольше в общем то здесь опять нужно вам взять и попробовать когда раствор используется морилки плюс вода трубочка сохнет дольше и она такая более рыхлая получается после обработки тоже прекрасно себя ведет и это очень большой плюс при добавлении акриловой эмали для радиаторов раствор что происходит допустим я в раствор на пол-литровую банку добавляют там одну столовую ложку я окрашиваю в районе 700 800 трубочек сразу и вот партиями там пучками по 50 штук и вот когда я заканчиваю последнюю партию докрашиваю я не жду высыхание трубочки сразу ее беру и начинаю обрабатывать поскольку плотность эмали за счет эмали трубочки она не дает потом составу для обработки хорошо проникнуть в трубочку вовнутрь для чего это нужно для того чтобы получить цвет мы трубочку окрашиваем получаем нужный оттенок для того чтобы достичь результата хорошего эластичности склейки скрутки то же самое да мы должны трубочку обработать не только для того чтобы она стала более износостойкая и комфортная для плетения а для того чтобы она хорошо пропиталась данным составом потом образовалась при подсыхании слегка пленочка трубочки перестают липнуть друг другу мы их убираем в пакет то влага который запечатывается внутри за счет того что пленка сверху подсыхает до влага тяжело уходит но и соответственно не в пакете внутри волокна разбухают и трубочка становится такая подвижная эластичная гибкая то есть секрет эластичные гибких трубочек он кроется в элементарных вещах в увлажнении трубочки в правильном ее увлажнении здесь нужно понимать что при обработке допустим клеем плюс вода лак плюс вода и пропиткой вы трубочки свои обрабатываете на самом деле это не важно важно понимать чтобы вы подобрали то нужно концентрацию при которой вы правильно увлажните ваши трубочки хорошо после легкого подсыхания трубочки ваши повели себя не слипали с друг с другом и не стали очень жесткими если концентрация раствора будет сильная то тогда трубочки будут грубые жесткие если наоборот слабая скрутка не склеится но и трубочки переувлажняться очень сильно и соответственно они либо их потом много подсушивать придется либо они когда они сильно переувлажнены они также заминаются волокна разбухает в общем они даже могут рваться очень некомфортно ими плести при окрашивании растворами допустим с добавлением акриловой эмали можно использовать не двухэтапную подготовку бумажной лозы а сразу ее окрашивать в один этап то есть окрашивание плюс обработка ну например вы взяли налили какое-то количество варилки добавили водички добавили туда акриловой эмали получили нужный цвет можете добавить небольшое количество лака для обработки и сразу хорошо пропитать трубочки как только слегка подсохнет верхний слой убирайте их в пакет для того чтобы они дошли до нужной кондиции сколько держать трубочки в пакете кстати такой вопрос до того момента пока кончики не подсохнут то есть пакет и убираете и концы я буквально там вот на сантиметр где-то их оставляю наружу обычно у меня их большое количество не меньше 500 100 штук бывает и по 1000 по 2 в большом пакете лежат вот я только вот эти вот концы которыми наращиваю то есть у меня здесь скрутка а здесь тот конец которым начиная крутить они остаются и на ночь я их оставляю утрых достаю еще раз на воздухе перебрасываю подбрасываю проверяю проверяю хорошо ли верхний слой себя чувствует если он переувлажнен я еще не слегка их подсушиваю фен для подсушивания трубочек можно не всегда использовать допустим в теплое время года или когда сезон отопления жаркий фен может быть использован для ускорения процесса или допустим иногда требуется да посильнее подсушить верхний слой если трубочку как там переувлажнение в общем не принципиально феном пользоваться просто это некоторые удобства и некоторые комфорты и ускорение процесса идет при использовании фена верхний слой быстрее запечатывать съемен до после обработки быстрее подсыхает то есть он запечатывается это влага которая внутри она тяжелее будет выходить из трубочки если ваши трубочки лежат на естественной сушки после обработки то очень важно не раскладывать их очень очень далеко друг от друга потому что влага будет легче проникать сквозь верхний слой соответственно трубочки внутри будут менее увлажнены обычно я их выкладываю пучками по 50 штук да они скупом у меня лежат я их периодически подбрасываю перемешиваю чтобы они не слипались и тогда спустя какое-то время когда я чувствую же беру этого не раз не слипается да я их убираю в пакет и вот они там доходит до нужной кондиции надеюсь понятно объяснила как выбрать раствор правильно подобрать концентрацию для обработки видео также я ставлю ссылку в описании чем дольше ваши трубочки про лежат в пакете тем более гибкие и комфортные для плетения они будут очень частый вопрос мне задают вот я делаю все то же самое что и вы таким же вот клеем я обрабатываю такой же морилкой я крашу такое живу там тэн 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 все такие же трубочки нет значит что-то вы делаете не так на своем опыте я знаю что когда я смотрела разных мастериц в самом начале все равно я что-то делала не так не в точности выдерживала неправильную стадию может быть просушки немножко что-то своего добавляла немножко разбавляла побольше немножко от не тот материал какой-то и так далее и тому подобное все равно что что-то значит вы делаете не так если у меня получается вот из этих материалов какие-то там заявленные мной трубочки да по качеству то значит и у вас они такие должны получиться при соблюдении всех должных факторов там бумага тот же клей даже морилка ну вода вообще роли не играет может быть в этом что-то свое привносите и поэтому во что-то не получается я уже в одном видео говорила и по еще раз повторюсь концентрация раствора до сколько вы говорят нужно положить лака или клея для того чтобы обработать трубочки смотрите более плотные трубочки они толстые плотные я всегда раствор для обработки делает чуть-чуть жиже чем для обработки трубочек тех же самых из той же бумаги накрученных из полос допустим восемь с половиной сантиметров потому что они пропитываются сильнее ну как бы быстрее в них состав входит они более мокрые становится намного раньше а вот эти толстые плотные мне их нужно пропитать и соответственно раствора больше уйдет для того чтобы он хорошо проник в трубочку нужно сделать его пожиже то же самое я делаю когда допустим после окрашивания трубочек добавлением эмали для радиаторов я пожиже его делаю и так еще раз для кручения трубочек вам понадобится любая бумага желательно не плотная газетного типа спицы чем тоньше спицы тем лучше и качественнее ваша трубочка для кручения трубочки для склеивания понадобится клей луч пва он бывает еще желтом тюбике или лучше клей момент пв в желтом или в белом там тюбики в разные продается но он просто дороже ошивание ваших трубочек бумажной лозы вы используете либо морилки либо колеровочные пасты и можете также делать растворы для окрашивания трубочек морилки можно смешивать морилки можно смешивать с колеровочными пастами и с акриловой белой эмалью эмаль обычно используется для создания белого цвета или получение белого цвета простите или для получения пастельных оттенков после того как вы красили ваши трубочки трубочки должны подсохнуть и вы должны их обработать для обработки трубочек я использую клей пва фирмы лакро экстра мастер или люкс люкс просто у него такой запах резкий не очень также можно использовать лак вгт акриловый для обработки имею ввиду либо пропиточный состав пропитка также есть в гтш на так и называется пропитка для финишного покрытия уже изделия когда ваше сплетено высохло все хорошо вы им используете может тот же лак паркетный или для money sound то что я рекомендую я другие не из под как я пользовалась там шесть лет назад вот этим всем я до сих пор этим и пользуюсь я не трачу время на усовершенствование какое так все все и гениально и просто я использую одну и ту же бумагу я использую один и тот же клей одни и те же инструмент одни и те же спицы там и все на свете меня все все абсолютно устраивали на этом я с вами прощаюсь до новых встреч и пока пока